Всем привет! На связи Антон Севастьянов, автор проекта IT Skills. В последнее время многие ко мне обращаются с просьбой проконсультировать или высказать свою точку зрения по ситуациям, с которыми они сталкиваются. Так как общение в текстовом формате на подобные темы занимает большое количество времени, то я решил проводить подобные консультации в живом формате один на один. Это существенно сокращает время решения вопроса, плюс я получаю обратную качественную связь и живое общение со своими зрителями. Консультация бесплатная, но попадут на нее не все. Вопросы из разряда «у меня не запускается компьютер» или что-то типа того рассматриваться не будут. Да, какие-то подсказки по технической части я могу дать, но это как дополнение к диалогу, нежели его основу. Это, скажем так, больше стратегическая консультация, где мы попытаемся разобраться с текущими проблемами и выстроить стратегию достижения поставленных целей в IT-направлении. Чтобы попасть на консультацию, вам потребуется заполнить небольшую анкету. Она позволит мне примерно понять вашу текущую ситуацию и цели, до которых вы пытаетесь достичь. Именно от нее и зависит, попадете вы на консультацию или нет. Так что желательно отнестись к этому более ответственно, чем подробнее вы ее заполните, тем лучше. Как примерно проходит общение? Мы созваниваемся через видеомессенджер и общаемся один на один. Все общение проходит в доброжелательной обстановке, так что не стоит переживать по этому поводу. Сам по себе знаю, что появляется определенное волнение по поводу того, как все пройдет. Просто сам не один раз был на подобных консультациях. Примерно консультация проходит по следующему плану. Прежде всего мы изучим текущую ситуацию, затем рассмотрим ближайшие цели. Посмотрим на проблемы и возможные их причины, которые мешают вам достичь вашу цель. После чего я дам рекомендации и подскажу, как бы я мог помочь в данной ситуации. Как я и говорил, чтобы попасть на консультацию, нужно заполнить анкету. Вот так она выглядит. По крайней мере на момент записи данного видео. Со временем там анкета будет немного возможно меняться и добавляются какие-то поля. Но пока она выглядит так. Ну, собственно, это здесь небольшая информация обо мне, чем я занимаюсь и так далее. Вот это видео, которое я записываю, будет вот здесь находиться. Как подсказка к тому, как, собственно, заполнять данную анкету. Ну и вот сама форма анкеты. IT-SKILLS. Консультация анкета для записи на консультацию с Антоном Севастьяновым. Правила заполнения анкеты и получения консультации. Какие здесь есть правила? Заполняйте анкету развернуто. Я буду отдавать предпочтение прежде всего анкетам с развернутым заполнением. После заполнения анкеты будьте на связи. Если, отправив вам сообщение, я не получу на него ответ, то вы лишаетесь возможности получить эту консультацию. Ну и опять же, будьте вовремя на консультации или хотя бы предупредите о неявке на нее заранее. Тем, кто без предупреждения не явится на консультацию, будут в дальнейшем закрыты подобные возможности. Вот. Какие, собственно, поля? Ну, понятно, это имя, фамилия, номер телефона. Номер телефона я беру не для того, чтобы вам позвонить. Я не любитель звонить по личным номерам. Это на тот случай, что... Вот дальше у нас есть поля логин в скайп. Это как бы через который я планирую созваниваться. Страница ВКонтакте, логин в Телеграм. Просто бывает, что люди некорректно заполняют эти данные. И, по сути, все, я с ними не могу связаться. Вот телефон. Я указал, что обязательное поле для заполнения. Для того, чтобы, если вот здесь какие-то поля будут заполнены неправильно, то я хотя бы могу там отправить сообщение человеку, как-то с ним связаться. Вот. Но это для меня не первый приоритет по способу связи. Поэтому можете не волноваться. Ваш телефон никто не будет спамить. По крайней мере, вот у меня. Итак. В каком городе проживаете? Для меня это тоже будет такая более конкретная информация. Так как в разных городах. Там и с работой, и с уровнем зарплаты, и с конкуренцией айтишной. Разные ситуации. Поэтому мне бы тоже было это полезно. Так. Кем сейчас работаете? Ну, я пока выбрал вот следующий поле. Это системный администратор, начинающий сисадмин, и не кей. И не работаю, но хочу стать сисадмином. Ну, и какой-то другой вариант. Так мне позволит примерно понимать, какой у вас, так скажем, опыт. Вот тезисно опишите проблему, которую вы хотели бы решить с моей помощью. И к какому результату вы хотели бы прийти в ближайшие 6 месяцев. Ну, примерно так. Ближайшие цели, скажем. Также я вот решил добавить сюда такой раздел, как файл резюме, либо ссылка на ваше резюме, если, допустим, резюме есть на Headhunter, на каком-нибудь сайте, где вы ищете работу. Зачем мне это нужно? Так я смогу более подробно узнать, какой у вас есть опыт, какое образование, в общем, все ваши, так скажем, стартовые моменты, что вы умеете. Возможно, где-то мы пообщаемся также по тем технологиям, с которыми вы сталкивались. В общем, как-то так. Далее просто нажимаем кнопочку «Отправить анкету» и все. Ждем обратной связи от меня. Ну, а на этом все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok